Девушки отдыхают 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 Сильные игроки, которые живут в разных уровнях. Володимый Мусловдас Масеха. Программа забыли. Горианс. Красное табло. Сейчас мяч будет все сильнее. Амрій Потапов. Выжукнулся на прострельную передачу. И в тайме другом Потапов игрался с мистерфоном. Виталий можно пробитись. Не забывай. Виталий. Будет удар. Пострел. Тут же пьянка. Мазанов. Посперед. Франшир по Мазанов. Водолюстико. Не забывай. Кто знает, кто остался в любви. В любом случае. Моем то, что мы имеем. И сейчас горитков. Не забывай. Я еще не мальчинами обучаюсь за мной. Что-то еще довольно спокойно. У нас сегодня перед наступным туром. Франшир. Нестарука. Нестаруки горе. Виталий Нестарук. Виталий Нестарук. Четыре. Виталий Нестарук. Виталий Нестарук. Четвертие. Виталий Нестарук. 4-2, Петро Зарецкий забивает мяч, вот так, вот с ним, и, соответственно, 4-2, Манзана прячено, вновь поперечена контратака Горгула, не забывай! Олексій Джуджук, представник команди Манзана, что скажете по матчу? В принципе, ожидает вас больше яскраво выиграла, а почему началась пропущена гола сьогодні? Ну, я думаю, что команда так и ориентировалась, стала на шести метрах, споймала на контратаки нас, играли больше от защиты, то и пропустили, недооценили немного соперника, пропустили, но сравняли. Мало замен было у нас, у них намного больше было. Ну, я думаю, выиграли на классе у нас, люди неплохие. Ну, пока что, нема вам ревни, обигрываете всех довольно переконливо, кого бачите своими соперниками, потому что очень просто, даются легко эти перемоги. Ну, не сильно легко даются победы, но будет видно, какой соперник. Все пытаются, все стоят, вырывают победы, знают, что сильный соперник настраивается на нас. По вашей игре, особенно вас не часто видно в складе, потому что вы такие вот майстри, сьогодні отримали свой час. Что скажете, как во второй раз, потому что Сандецкий, Бондарчук, легенды, Мельник. Ну да, с такими людьми приятно играть, то дают пару минут, чтобы попробовать, а со звездами поиграть, как говорится. Я взял и выражение, потому что, ну, че, возможно, чаще в складе, потому что, ну, не часто мы вас спостерегаем. Ну, это уже от тренера зависит, как тренер будет выпускать, но с такими людьми очень приятно играть. Мы витаем вас таким матчем и желаем успеху, и больше времени в складе. Спасибо большое. Наставная команда БВС Тор, что скажете, в принципе, забили гол, и, здавалось, что выиграете первый тайм, но гол в раздягальность стал решением, мне кажется. Ну, в какой-то степени да, то есть опять у нас, к сожалению, индивидуальные ошибки в обороне. То есть командные уже, ну, я не могу сказать, что налаженные, но так уже, вот сегодня так сыграли более-менее на что-то похожее. Оно, конечно, еще далекое, но вот эти вот именно индивидуальные ошибки, к сожалению, они нас, ну, видите, уже подводят не в первой игре. Там много комплиментов было вашей команде под час эфиру, что до игры в обороне, и потом гол в раздягальность, швидкий мяч. Почему они взяли тайм-аут, Матео? Потому что, ну, было вражение, что хлопцы тратили виру, когда пропустил на первой минуте. Ну, не вижу смысла было брать тайм-аут, потому что игра могла развернуться как угодно в любую сторону, сразу тратить минуту, то есть я не видел смысла. 2-1, да, мы, там индивидуальная ошибка, тут рикошет, к сожалению, опять тоже нелепый. Ну, то есть, ну, то есть игра могла была развернуться еще в другую сторону, поэтому я не видел смысла брать. Вы приятно сдавались, ваша команда не ожидала такого развития поддей, а что скажете своим подопечным сейчас раздягание, потому что дали бой, в принципе, там легенда столичного футзала, много людей из украинского футзала, видомые. Ну, да, да, то есть я объяснял ребятам, то есть я, в принципе, всех знаю, я объяснял, кто это, что это, то есть они прекрасно понимали, что это за команда. Ну, видно, что ребята настроились хорошо, но я же говорю, опять же, к сожалению, чуть-чуть нам, ну, я не могу, что не повезло, потому что, реально, команда намного сильнее, это не обговаривается. Вот, ну, к сожалению, вот эти вот ошибки нас чуть-чуть не подвели. Мы вам дякую за островый футбол, за чудовый матч и божаем успеху! Спасибо большое!